МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роли, сыгранные этим актером, не могут не запомниться зрителю. В кругах, к которым я близок, мама, слово «козел» очень обидно. Характерный, живой, с великолепным чувством юмора. Сегодня он приехал к нам в Щелковский район, где, кстати, провел некоторый период своей жизни. У нас в гостях заслуженный артист России, народный артист России, профессор Российской академии театрального искусства Валерий Гаркалин. Здравствуйте, Валерий Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте, милые девушки. Спасибо большое, что приехали в Щелковский район, который вам, наверное, где-то близок, как родной край, в котором вы учились, жили какое-то время. Мы сейчас ехали по уже заснеженной Московской области, и, конечно, сердце мое было, так сказать, беспокойным, потому что именно по этому району я часто ездил, возвращаясь из Москвы, например, в Щелково. Проезжая тут церковь, в которой когда-то я, будущий, так сказать, ученик советской школы, все-таки иногда посещал эту церковь, ну, в Днепасхе, например. Что-то увидели новое, точнее, поразил вас образ города? Ведь раньше вы давно здесь вообще? Давно. Это было в 70-м году, в 70-е, 71-е, 72-е. Как вам нынешний город наш Щелково? Я вообще не узнаю этот город. Такое ощущение, что это совсем другая вообще жизненца, потому что когда я уходил отсюда из армии, и больше я ведь и не вернулся сюда, мои родители переехали в другой подмосковный город, более приближенный к столице, в городе Долгопрудное. Но все-таки в Щелково прошли два года моей, так сказать, последние два года обучения в школе, и год я работал на заводе во Фрязино, тоже родной мне район, город, куда я ездил каждое утро, ранним утром, на завод полупроводниковых приборов, где я работал следствием КИП. Так вот, когда я больше не был здесь, в этом городе, вернулся уже в качестве артиста, который приехал на гастроли на один день, чувак, вот тогда я был потрясен, что это совсем другая история, когда-то здесь жил другой человек и другие улицы. А тем не менее, о вас помнят до сих пор, и ходит такая молва, что вы еще здесь живете, что у вас где-то здесь есть дом, так что о вас помнят. Пусть так, но я полагаю, что те, кто действительно мог бы помнить меня, уже, наверное, многих уже нет, знаете, что называется, а многие далечие. Я знаю, что все мои одноклассники, большая часть, переехали в Москву жить. Ну, может, кто-то и живет еще, но, к сожалению, связь потеряна, утрачена, и уже я не могу даже точно знать, кто же все-таки остался жить. Валерий, скажите, пожалуйста, есть такое выражение, все мы родом из детства. Есть. Да. Вот каким вы были в детстве? В детстве? Гуляя по аллеям парка. С шариком в руках и мороженым, да? Да, да, да. Светлое мое было прекрасно, мне все предвещало счастливую жизнь, что называется. А я когда снимался в картине Ширли Мэль, то Владимир Леонидович Меньшов любил выражаться очень замечательно по поводу своего детства. Детство моим было тяжелым. Всю зиму в кедах и чугунные игрушки. Припятых получились, да, выражение? Так вот, мне трудно тут, так сказать, я мечусь между двумя штампами. С одной стороны, я мог бы вам поведать очень счастливую детскую судьбу с шариком, как вы говорите, да? А мог бы, конечно, сказать, что я как же воспитывался и рос не в самое подходящее время для этой страны, для истории этой страны. Это было послевоенное детство, страна была в разрухе, в нищете. И мои родители, люди простые, приехавшие из других городов страны, чтобы, так сказать, поднимать, восстанавливать, как тогда говорилось, разрушенное войной народное хозяйство. Вот, и вот в результате этой встречи вы увидите перед собой. А мы знаем, что у вас какие-то очень интересные корни, караимские. Что это означает? Я слышал эту историю. Мне кажется, что это какая-то... Выдумка? Может быть, кто-то и чего-то откопал в моей родословной. Но я, к сожалению, об этом не знаю. Я даже как-то однажды на этот вопрос сказал, боже мой, живее, не знаешь, из чего это состоит. Мне кажется, что я абсолютно русский человек. И, ну, там есть, там, но если маму считать белорусской, и белорусская... Беларусь считать другой страной, было бы глупо в России. Потому что, мне кажется, это все одно и то же, только название имеет. Ну да. Разное. А на самом деле... Все мы братья славяне. По сути, да. Тем более, что я уже не говорю о том, что все люди братья, как говорят, учит нас религия. Мы все от одного Бога и все принадлежимы ему. А вы человек религиозный. Верующий. Верующий. Я сочувствующий. Я разделяю религиозные взгляды, особенно христианские. Я бы не стал уточнять, каких конфессий. Потому что здесь тоже есть опасность вдруг что-то предпочесть одно другому. И я не считаю, что это правильным. Просто христианство, как, так сказать, религиозная система, возникшая в этом мире буквально там 2000 лет назад, мне кажется, в этом смысле очень много объясняет этот мир. Более, чем какая-либо другая конфессия. Ну тогда вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, человек сам строит свою жизнь и судьбу? Или все-таки есть какие-то обстоятельства, против которых мы бессильны? И в чем это проявляется? И вообще, вот для вас понятие судьба, вы в него верите? Либо человек действительно... Либо ее можно преодолеть. Да, ее можно преодолеть и сделать... Я думаю, что и то, и другое удобно соседствует в нас. Я имею в виду то, что мы сами вершители являемся своих судеб. Или иногда бывают обстоятельства, выше которых мы не можем прыгнуть. Как называется, обстоятельства, обретающие силу их непреодолимости. Вот это понятие и эта система существует в жизни человека. Иногда люди не забывают, вернее, не забывают о том, что это действительно так, и обстоятельства сильнее нас. И вот здесь происходит драма и даже трагедия. Когда человек, не рассчитывая на свои силы, не рассчитывает силу этих обстоятельств. Вот. И наоборот. Мне кажется, что есть некие силы, которые действительно ведут человека по судьбе, по жизни. И время от времени их присутствие можно ощутить. Если человек, будучи, так сказать, ну, здравомыслящим, чётко ощущает и чувствует присутствие их. У него развита сильная наития, и он может какие-то знаки судьбы обязательно почувствовать и учитывать их при дальнейшем путешествии по жизни. Вот тогда вопрос о вашей судьбе. Вот мы знаем, да, далеко не всем актёрам выпадает счастливая семейная жизнь. Вот в вашем случае, мы можем так сказать, да, что у вас была там счастливая семейная жизнь? Да, только с одним вот горестным словом была прошедшего времени. Но я не буду сейчас впадать, так сказать, такое публичное уныние. Просто скажу, что вы абсолютно правы, что человеческая жизнь, тема прекрасна, что она была счастлива. Моя. Я был счастлив, и всякий раз думаю, боже мой, а что было бы, если бы Катеньки не было вообще в моей судьбе, я был бы несчастлив. А так как она была и подарила мне счастливую жизнь, я могу с ним сказать, что да, действительно, я был счастлив. Ну вот скажите, это всё-таки ваша заслуга, либо вам повезло? Нет. Это целиком полностью лежит на плечах моей жены. Это её заслуга, это её цели, это её атмосфера, это её каждодневный, каждый частный труд её души. А так как она была великодушна, не то, что сейчас её нет живых, я могу о ней говорить только хорошая, я могу бы сказать это при жизни, о ней так, она была великодушна, а я считаю, что великодушна, если вдуматься вот в это сочетание двух слов в одном, то вы почувствуете, что это великая душа, которая умеет всё понять, всё простить и может сделать счастливым другую душу. Ну тем более актёр, жить, наверное, вот с человеком актёрской профессии, наверное, это действительно труд вот со стороны женщины. Вы абсолютно правильно подметили именно это обстоятельство, потому что артистическая природа очень нервная, возбудимая и психически неравновешенная. Это связано с тем, что он каждый день или он, или она, выходя на сцену и войдя в кадр, это, в общем-то, идёт затрагивание нервной системы психических, так сказать, рычагов, которые очень нужны для жизни. И вот они, к сожалению, используются и часто изнашиваются. И тогда человек превращается в неудобного человека. это абсолютно правильно. Связано с производственной, как это говорят. Вредность производства. Да, да, да. Ещё как-то есть красивое очень выражение. Я сейчас вспомню, скажу. Тоже связано с производством. А скажите, а вот женщины пытаются как-то посягать на вашу свободу? Поклонницы навязчивые. Да, поклонницы, да. Мир состоит из женщин, как у Ахмадулина и мужчин. Сказано замечательно стихи, посвящённые Булат Шавычу Кульджаве. Любовью мучил и любви учил вид полночи. Я заново удивилась неистовству, с которым на мужчин и женщин человечество делилось. Вот. Поэтому, конечно, мир до сих пор, хочу я этого или нет, поделён всё-таки на людей, на особь женского и особь мужского пола. И с этим ничего нельзя поделать. Это та данность, с которой надо или смириться, или, так сказать, не замечать, что дело крайне трудное. Поэтому, я считаю, что как можно мужчине жить на этой земле и не замечать вторую половину человечества. Мне кажется, это вообще нереально. Знаете, я больше хотела спросить о том, что все люди в принципе питаются этим чувством. Питаетесь ли вы именно этим чувством, либо есть что-то другое, какой-то стимулятор, чем вы насыщаете свою жизнь, спасаетесь, дышите, удовольствие. Получая любовь, вам её хватает, как афродизиант? Ну вообще это составная часть самой жизни человеческой. А ведь, как известно, искомое любого искусства это чувство. И, естественно, мы этим занимаемся, отыскивая, почему же наши персонажи взволнованы, по поводу каких чувств. Они взволнованы, и это пытаемся передать. Но ведь трудно говорить или передавать тебе чувства, если ты сам никогда этого не испытывал. А мне кажется, такое вообще даже трудно себе представить, что человек, живущий на земле, ни разу не испытывал чувства любви к ближнему, к женщине. И это перманентное состояние человека, ведь его существование на этой земле связано именно с этим чувством. И только благодаря и во имя этому он живёт, продолжает жить, и, как вы сами сказали, аккумулируется, питается именно этим. Трудно себе представить жизнь, если бы она была лишена этого. Мне кажется, её и не было. Она придумана на этой земле благодаря этому обстоятельству, что даже животные преданные могут любить весь мир наполнен любовью и стремлению к ней. вы от профессии слесаря, после которой ушли в армию, пошли в театр. Что вас привело в театр? И почему именно факультет кукольного искусства? Ответы очень простые. Во-первых, меня никуда не брали. начнем с того, что кукольный театр возник в моей судьбе совершенно не предполагая, что я когда-то буду этим заниматься. Хотя, я должен вам сказать одно обстоятельство, которое никто не знает. Но сейчас пришло время признаться. Дело в том, что здесь, когда-то, в Щёлково, когда я учился и жил здесь, в 9-м и в 10-м классе, я посещал театральную студию, которая обосновалась в Доме культуры, недалеко от станции Воронова. На Пушкина 22. все это правильно. Я забыл адрес. Буду запомнить на всю жизнь. Так вот, такой был Амас Пюр Абрия Рубенович, он руководил этой студией театральной, Софочка Машковича. Сейчас я с ней возобновил свои отношения. Она живет в Израиле, и я, когда езжу в Израиль, я навещаю ее, и она часто приезжает в ГИТИС на мой курс и дает свои мастер-классы по наследию в Силадемильче Мерхольда. И вот у нее своя школа в Израиле. Вот когда-то она вела студию театральную вот здесь, в городе Щёлково. А жила она сама в Москве. Вот я ее часто провожал в Дворомка после занятий вечером в 10 часов. Они уезжали на электрички там в 10-10, 10-20 лет. И я всегда провожал их вот поэтому по этим аллеям до самого Воронка. Так вот, она придумала спектакль, взяв все оборудование кукол и все оснащение из областного театра кукол. если я не ошибаюсь, это была сказка Андерсона, где вот она из крапивы Дикие лебеди. Это же, по-моему, Андерсона. Дикие лебеди, да. Так вот, эту сказку мы играли в кукольном театре. Я помню, как сейчас я играл жабу. Первая роль. Это еще какие-то ряд ролей. Мне не доверили человеческие образы. Все великие актеры начинают или с деревьев. Да, или с деревьев, или со сказочных персонажей. Вот я играл жабу, который там какой-то персонаж такой был, я сейчас не помню даже. Но я помню, что мы стремились овладеть мастерством кукловождения за ширмы. И даже мы играли эти спектакли в детских садах и в школы для младшего школьного возраста. То есть, ну а дальше уже... То есть, вот эта идея кукольного театра уже была в моей жизни. Я вот не придал этому значения. Кто же знал, что года через три или через четыре я поступлю на кукольное отделение, которое было организовано экспериментально, поскольку нет такой школы и театральной школы, где бы воспитывались кукольники, за исключением Санкт-Петербургской академии. Там есть кафедра кукольного искусства, очень много лет существующая. Когда-то ее возглавлял такой замечательный деятель, как Королев, который выпускал кукольников, актеров, режиссеров и художников этого театрального жанра. В Москве такой традиции не было. И вот тогда, в 1974 году, когда я завершил службу в доблестной советской армии, и когда я был не принят уже ни в один творческий вуз города Москвы, и, как известно, очень много здесь, так вот, ни один творческий вуз меня не принял. А что говорили? Что говорили вам? В основном, ну, не в основном, я слышал такую формировку. Мне брали по разным причинам, просто конкурсы, там что. Но однажды в Щукинском училище мне сказали, у меня явное несоответствие внутренних и внешних данных. Вот до сих пор я не знаю, что это означает. Это, кстати, интересно. Мне тоже, но я, кстати, так и не ответил на этот вопрос. Что это значит, я не знаю. То есть от вас хотели какого-то принца-героя, что ли, или что? Нет, вообще, это глупая формировка. Вот я тоже считаю. Но сейчас я могу об этом сказать с высот профессора, я профессор, профессорских высот, я могу сказать, что такой формировке трудно, так сказать, обозначить актерскую природу, потому что именно это несоответствие, если таковое есть, является сутью актерского дела, потому что внутренняя суть одно, внешний облик это совсем другое. Если это считается упреком, то, представляете, какое же все-таки, какое счастье, что не попал к этому педагогу. Да, наверное, действительно так. И не стал учиться вот этому несоответствию внутренних и внешних данных. Поэтому, конечно, ну, там были и объективные причины, наверное, сейчас-то я уже понимаю, что я, по сути, я мало был готов к этому конкурсу, если уж честно. Я не выдерживал даже первого тура, потому что все-таки надо готовиться к поступлению. А я к этому относился достаточно, ну, легкомысленно. Наверное, тоже это являлось причиной, по которой я не мог выразиться и самовыразиться. Ну, наверняка, это сыграло свою роль, правильно? Это же, наверное, большая школа для вас оказалась, кукольный театр. И вот еще такой вопрос, это тоже вопрос, вопрос о том, что в кукольном театре вы играли роли Аллы Пруса, Грея, то есть это благородные, романтические персонажи, а в дальнейшем в кино, театре вы играли характерные роли. Вы играли характерные роли? Нет, вы были героические тоже. Извечу, я вас... Нет, 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 я начал корректировать кинематографическую именно с героического плана. Если вы помните, Катал, Белая одежда. Но он же был игрок. Но опять же, это все-таки криминальная, криминальная. Но тем не менее, это героический план, романтический. Герой, да, герой, современный герой. Он, конечно, был по ту сторону общественной морали, но все-таки это романтический герой. Но тем не менее, он же все это ради любви, ради любви к женщине. Он погиб ради женщины. Но он более сложный, допустим, чем Грей, на самом деле. Ну, конечно, это... Да, просто я о чем говорю, да? Вы смотрите, вы находитесь за ширмой, и вас не видно, есть только ваш голос, есть только ваша вот кукла. Кукла, это ваш проводник зрителю, да? А здесь напрямую вы, на сцене вы, в кино вы. И насколько вот вам комфортно существовать в тех образах самому лично, вот в тех же каталах. Милые девушки, я должен вам признаться в том, что когда-то... Я немало когда задумывался на этот счет, что такое в моей судьбе кукольный театр, или как повлияла картина катала на дальнейшую. Это задача все-таки, я не знаю, если я и могу быть предметом изучения, но театроведов, киноведов и так далее. Мне кажется, моя судьба достаточно простая и незатейливая ей, не стоит, так сказать, придавать большое значение каким-то мудрым, театральным или кинокритикам. Но тем не менее, я вам должен сказать, что суть актерская, она не меняется от средств выразительности. Везде нужно быть убедительным. В кадре ли ты находишься, за ширмой, или ты выходишь на сценические просторы. Во всех случаях ты должен быть убедителем, и во всех случаях должен быть артист. Понимаете? Ведь держишь ты в руках куклу или глазок камеры сейчас на тебя смотрят. Если стоит артист, оснащенный, который присвоил себе все черты персонажа, которые он играет, убедительно это сделал, какая разница, в каких условиях это происходило? То есть при каких внешних выразительных средствах это происходит? Это в любом случае должно быть убедительно. Вот я так считаю. Я вот воспитываю сейчас актеров мюзикла, они должны, конечно, обладать данными музыкальными. Они должны петь, певческий голос. Замечательный должен быть музыкальное образование, потому что музыграмма-то это то, что сопровождает артисты музыкального театра. Но они изучают предметы, сопровождающие актерское мастерство. Это изучение истории искусства и так далее, как и все профессиональные актеры на драматическом театре. Они изучают все, так сказать, системы художественного воспитания, потому что я немножечко меняю программу. То, что дается там три года на общей программе, так сказать, актеровского мастерства, с элементами системы психологического театра. Я имею в виду систему Саниславского с его элементами. Я этому отдаю полтора года, в отличие от тех, кто учится не на артистах музыкла. Но потом они знакомятся, повторяю, с традициями театра Мерхольда, имеется дубео-механика с ее законами, с традициями наследия Михаила Чехова, с его психологическим жестом, с Дель-Арта, с уникальной системой театра мира, так скажем, да, андеграунд, это панко, Володя проводит уроки, саунд-драмы, соединение, так сказать, несоединимых вещей. Это воспитание не просто артистов музыкального театра, а артистов активного, так сказать, современного театра, где главным, одним из главных средств родительство является не только актерская природа, но и звук. Господи, они-то изучают танцы, они изучают степ, они изучают, они через них пропускается вся система движенческая, великолепная, и сценического движения, и танц джаза, и так далее. Они синтетически развитые артисты. Вот, отвечая на ваш вопрос, так долго и нудно, научно, я прихожу к выводу, что если за ширму в кадр, да, или в сценическую жизнь войдет вот такой оснащенный человек, да какое это имеет значение, куда он вошел, важно, с чем он пришел. Ну вот скажите, вот вы говорили, значит, для вас это твердое правило, выходя на сцену, отыгрывать по полной, да, то есть вы выходите, выкладываетесь на все 100%. Ну, как вам сказать, я даже не представляю, а что этому можно противопоставить, не по полной, как, не на 100%, на 80%, а 20%, куда девать, которые остаются. Нет, мне кажется, что речь идет о, ну, как сказать, полноценной работе, иначе это не профессионально. Нет, ну, зачастую для того, чтобы, опять же, вот мы понимаем, да, антрепризный тот же жанр, да, но это, по сути же, коммерческий такой, как бы продукт. Но это не отменяет профессионального актера. Если это отменить профессионального актера, наоборот, в антрепризном движении, за это вкладываются деньги, и если никакой ответственности в репертуарном театре артист не несет, что он там играет, чего, это никак не отражается на его зарплате, то это отражается на его зарплате в антрепризе. Если он будет плохо играть, на спектакли не пойдет зритель, и он не получит своих денег, поэтому... Ну, а ваш график, он позволяет вам действительно отдыхать после спектакля? Ведь иногда вы просто можете быть загружены, да, там, какими-то гастролями, спектаклями, и вы выйдете на сцену опустошенный, то есть... Это проблема, конечно, то, о чем вы спрашиваете, потому что тут нет, не предусмотрено четкого разделения, сейчас время отдыхать, а время играть, время камни разбрасывать. К сожалению, Ну, вас бешеный график такой, да, да не только у меня, вообще, эта профессия не предполагает такого четкого, библейского, вот такого понимания человеческой жизни. Время любить, время ненавидеть, это все, как правило, в один присест, все валится, ночь, похожая на день, день похожая на ночь, граница сна смыта, спаллитые в это, самолеты, поезда, это были периоды в моей жизни, когда я даже не понимал, в какой город я приехал. Даже Станиславский в своей системе пишет о том, что актерам нужен отдых, и отдых нужен качественный, ведь он действительно об этом заботился, о своих актерах, потому что это очень важно, находить какие-то уголки отдохновения. Вы знаете, как правило, артисты об этом не задумываются. На первых порах своих карьеров, они лихорадочно и активно трудятся, и, к сожалению, ничего изменить нельзя. Когда востребованность превыше самой, так сказать, всех 24 часов в сутки, то человек не обращает внимания на это. Пока вот, как у меня, не случился обширный инфаркт, начало 1, а через полчаса 2. Вот тогда я остановился. То есть это следствие вот такой гости. А это счастье, что я, так сказать, выжил, а ведь многие... Так вот я и говорю, что, к сожалению, это проблема. И завет Станиславского здесь... Да. Ну, вы сейчас поддерживаете здоровье свое? Может быть, спортом занимаетесь? Сейчас у меня активно... Нет, таким спортом. Нельзя, да? Нагрузки нельзя. Ну, мы знаем, что вы курить бросили. Мой дочь... Да. Прежде всего, я бросил курить. Призываю всех, кто сейчас нас слушает или смотрит, это сделать, если они еще этого не сделают. А потом моя дочь подарила мне на 11 апреля замечательного маленького Вест Хайль Пайн Триера. Моего принца ненаглядного. Вот. Который каждое утро требует прогулки. И вот эти прогулки, они мне крайне полезны. Она это сделала с учетом того, что я буду... Хочу я этого, не хочу, но совершать эти дефилирования вокруг своего района, где я живу, в Москве. И потом, конечно, через... Что самое большое счастье было в моей жизни не только эта собачка, но через два года она подарила мне еще одно счастье. Вы же дедушка, да? Да, внук и Тимошку. Ага. Сейчас маленький совсем. Я держу одного маленького, он будет до старости щенком. Маленькая собачка до старости щенок. Он будет всегда вечной игрушкой, вечный ребенок. Вот. И маленькое мое существо, человеческий детеныш слева. И вот я сижу и понимаю, что, наверное, ну, как сказать, если утешит меня в моем несчастье, то Катя умеет это делать, находясь по ту сторону добра и зла. Только мне кажется, что она это сделала. Так что такие существа меня окружают вообще. Ну да. А дочка у вас продюсер, да? Она у вас такая вот... Да. Крутая. Крутая, да. Крутая, очень известная и, как говорят, крупный продюсер. Да? И не пошла ведь по, скажем так, четко по актерской карьере? Почему? Нет, не пошла. У вас разговоры об этом. Ну, она осталась в театре. Она поняла, что театр не только артисты. Театр это еще и то, что сопровождает его. Вот она сейчас вывезла саунд-драму Панкова во Францию и в Швейцарию. В месяц проведет там гастроли вместе с Чеховским фестивалем. Они сотрудничают. И поэтому там три спектакля, замечательных спектакля будут смотреть французы и швейцарцы в течение месяца. Но ей пришлось забрать у меня внука и уехать с ним. То есть она с ним, да, путешествует? Она с ним путешествует? С ним и с мужем. Муж является артистом этого театра, поэтому вся семья, так сказать, моих детей сейчас находится в России. Скучается, да, наверное? Я очень скучаю. А вот скажите на такой вопрос ответьте. театры российские, театры периферии, центральные театры. Отличия? Я крайне редко, вообще почти не помню в последнее время, чтобы я смотрел какие-то спектакли там, которые идут в других городах. К сожалению, я приезжаю в эти города и сам вечером играю в спектакли. И посмотреть, как трудятся мои коллеги на периферии, мне практически не удается. Я уж не говорю о том, что те, кто приезжают на «Золотую маску», я не вижу практически этих спектаклей. Их отсматривают, как правило, участники этого форума и этого фестиваля, там, жюри и так далее. Попасть на эти спектакли вообще практически невозможно. Я помню, недавно привозил спектакль на «Золотую маску» известный литовец. Не крошусь? Не крошусь, да. Я не смог физически попасть туда. Мои ученики туда ходили. Они играли божественную комедию. Данте. Ну и какие отзывы были? Ничего. Очень странные. С одной стороны, но многие ученики мои ликовали, им кажется, что вот это подлинное искусство, то, что я проповедую, мне приятно. Ну вот я не могу похвастаться знанием этого, поэтому отвечать на этот вопрос мне крайне трудно. Но мне, я бы так подозреваю, что нельзя разделить художественное впечатление от периферийного спектакля или от столичного. Ну просто уже, знаете... Или это есть, или этого нет. Это понятно. А где это происходит? В каких? Я вообще, когда-то давно понял, что не являюсь поклонником тех актеров, вообще и не разделяю этой судьбы, когда считаешь, что это театр мой дом. Да? Вот эти стены, я в ней... То есть это неправда? Он может быть... Это ненормально, наверное. Конечно. Ну потому что он может быть и в Новгороде мой дом. Важно, что ты в нем в этом доме делаешь. Вот это важнее всего. А с кем и как это делать? Поверьте мне, эти вопросы вообще не должны воловать зрители. ой, актера. Потому что зритель волнует вопрос, что? И пусть этим вопросом заволнуется и сама исполнитель. Если он заволнуется этим, то искусство будет и там, и в столице, и в Новгороде, и в Томске, в Кемерово. Какое имеет значение, где это происходит? Поверьте, значение имеет только, что происходит. Валерий Борисович, а вы же долго были актером театра, да? сатиры, да? Сатиры, да? Причем очень долго. Вот вы сейчас не скучаете? 12 лет. 12 сезонов. А сейчас, соответственно, вы не принадлежите никакому театру, правильно я понимаю? Нет, моя трудовая книжка, если вы это имеете в виду, лежит в театре «Человек». как основателя польского абсурдизма. Это предоставительный драматург всех времен и народов, что называется. Я очень много, я уже дважды пропускаю своих учеников через эту систему координат художественную и ставлю мрожек с ними. Ну, как сказать, это, считаю, что это очень важно, чтобы мои студенты прошли высшую математику. Актерская школа. И тогда, пройдя через мрожек, они что-то принимают профессию больше, чем и их товарищи по выпуску из других мастерств. Для вас эта студия очень много значит и значила, да? Ну, там просто лежит моя трудовая книжка и моя, можно сказать, «Крестная мать» в искусстве. Она когда-то познакомила меня с этим способом существования и научила меня его, и я это передаю другим ученикам. Ну, так все-таки нет у вас желания вернуться в так называемый стационарный театр? Либо вот тот жанр, который антрепризный, насколько мы понимаем. Дело в том, что я ушел в антреприз, потому что я не люблю репертуарные. Или, так сказать, меня выгнали из репертуарного, и мне пришлось идти в антреприз. Там все. На мой взгляд, дай бог еще многие лето всем академическим театрам города Москвы прожить счастливо и беспечно. Но на мой взгляд, вот на мой и художественный, и человеческий взгляд, судьба этих коллективов предрешена. Потому что это все-таки издержки, вот, издержки производства. Вспомнил я эту формулировку. Да, это издержки производства. вспомните, все хорошо. Так вот, издержки времени в данном случае, потому что это порождение советской действительности, когда театры находились на полной государственной дотации, вот, на обеспечении, и заботились об артистах только государства. Сейчас общественные отношения изменились. Они не только изменились, они просто поменялись. И, мне кажется, это должно отразиться на всех сферах жизни. И отражается. И отражается. И поэтому эта система, в которой существует, трудится и работает репертуарный театр, разваливается по определению. Она просто уже не выдерживается. Она изживает все. Те копейки, которые они получают дотации, вот эта зарплата, это уже не соответствует вообще просто ни моральным, ни нравственным, ни социальным, никаким запросам. То есть, это вообще становится непригодная система. Она, как вот эти заводские корпуса, которые стоят с зияющими окнами. Они когда-то приносили продукцию, но сейчас в этой продукции никто не нуждается, и эти заводы не работают. Так и репертуарные театры. Почему их должна виновать эта участь? Она их не минует. Ну, в любом случае. К сожалению, да. К сожалению, Может быть, останется. Отсюда разваливаются институты главных режиссеров театра. Уже трудно назвать, кто же сейчас может быть Любимовым, Эфросом, Плучиком, Гончаровым, Мерхольдом, на какой конец, Станиславским, Таировым. Театрами тех крупных театральных деятелей, которые когда-то руководили этими театрами. Сейчас даже нет, трудно назвать такого человека, его нет. Кто возглавляет Наброна Бронна? Наверное, какой-то человек. Какой-то человек. Трудно его назвать крупным театральным деятелем, потому что это уже и этот институт разваливается. Есть и режиссеры, которые ставят спектакль. Да, это существует. И будет существовать, пока существует театр. но главный режиссер, это уже какой-то уходящий такой, ну, как говорят, натура. Уходящая натура. К разговору о вот театральных режиссерах и так далее. Когда набирали вы курс? Знаем, что совершенно вы случайно пришли, да, в преподавание, то есть вы, опять же, не думали, да, что вы придете. Вот. Набирая курс, есть такой момент, и личность с этим столкнулась, что набирает курс имя, приходят студенты, сидят четыре неизвестных педагога, пришел. Он на экзамен, профессор, который вот, имя которого назвали, и только на экзамене он присутствовал. Мы слышали, как вы называете ваших студентов «мои дети». То есть мы понимаем, что для вас это очень важно и, наверное, как-то по-особенному, не так, как для вот тех людей, которые... не просто набрали. Конечно, я понимаю, да. Вот в связи с этим, во-первых, расскажите, как вы стали преподавать, как вы к этому пришли? Я скажу. Дело в том, что это, как всегда, происходит совершенно непредсказуемо и неизвестно, что же было причиной, а что стало следствием. До сих пор не знаю... Сейчас скажу. Я до сих пор не знаю, кто натолкнул меня на это. Хотя, так сказать, визуально было так, что я при печальных обстоятельствах мы прощали с Аллочкой Балтер в театре Маяковского, а моя дочь в эту секунду, когда шли, когда были похороны этой актрисы, и мы очень дружили в свое время, и поэтому я пришел проститься с ней. Но в эту секунду поступала в ГИТИС моя дочь на продюсерский факультет. И в этот день вывешивались списки поступивших в институт. Я знаю, что она поступила в институт, но нам хотелось с Катенькой все-таки увидеть нашу легендарную фамилию в будущем, вот написанное черным по белому. Ну, мы простились с Аллочкой и пошли, а это рядом совсем театр Маяковского и здание Кисловского переулка, вот просто ГИТИС находится, да, и мы пришли туда, и вдруг вот так вот навстречу мне идет моя педагогиня, в прошлом она профессор, такая замечательная специалист по эстрадному искусству, теоретик крупный, Тихминская Людмила Ильинична, вот, она вдруг произносит такую фразу, вот на ловца и зверь бежит. Валерий Борисович, я хотел бы с вами поговорить, что вот в этом году наша кафедра продолжает существовать эстрадная, и я бы хотел, чтобы вы набрали заочный курс, значит, на что я сказал, во-первых, я уже совсем не эстрадный артист, потому что я уже давно покинул ансамбль Люди и Куклы, и когда я, когда-то я учился на этом факультете, поэтому она, так сказать, так уверенно ко мне не подошла. Во-вторых, у меня нет времени на, значит, на это, и где я и сказал то, о чем вы меня спросили. Мне не хотелось бы быть номинальным руководителем, не приходившим к своим ученикам. Вот это самое ужасное, что может быть в этой ситуации, когда действительно возглавляет курс какой-то человека, студента, который увидит только раз или два за всю свою жизнь. И поэтому, как же это странно, и халтурщикам тут слыть не хотелось бы. Вот я все это ей поведу в знак, так сказать, того, что, ну, почему я не хочу и отказываюсь. На что она мне сказала, что заочное обучение, это не каждодневная работа, что это раз в месяц вы приходите, просто мы и так договаривались, в какой месяц были свободны, где вы каждый день будете с ними встречаться на предмет, так сказать, освоения профессиональных навыков. Потому что это, как правило, ученики этого института, как правило, все практикующие люди, только они не имеют диплома, им важно пройти школу театральную, а вы, так сказать, если человек яркий, представитель, представленческой школы, вы так сказать, и вы могли бы, ну, и так далее, и так далее. И вдруг вот это обстоятельство как-то меня немножко так, мой пыл отказывает, как-то завершился, я говорю, ну, давайте попробуем, конечно, там. Ну, вот таким образом я, так сказать, как, знаете, что называется, в кандалах, под конвоем меня ввели в институт, и я стал набирать курс, и помню, что очень сильно, дело такое, нехитрое, любое дело, которое тебе будет нравиться, оно нехитрое, ты сразу вовлекаешься в эту игру, азарт приходит сразу, как только ты переступаешь порог азартного дома, а я считаю, что школа театральная, это тоже какой-то Лас-Вегас, и ты не можешь оторваться от этих всех этих фишек, всего этого, и начинаешь придумывать все, все заново. И самое потрясающее, что как раз это случилось на стыке смены общественных отношений, когда советская эстрада перестала существовать, ушли все эти сборные концерты, ничего этого уже не стало, вот эти все Клару Новиковы, которые мои сокурсники и Фима Шифрин, к сожалению, тоже стала утрачиваться эта система, выходили на сцену уже авторы этих статирических, таких как Задорнов, то есть эстрадниками можно было назвать уже не Хазанова и Клару Новикову, не знаю, Петросяна, а уже сам Жванецкий стал наступать. Ну да, то есть те, кто собственно создается. То есть все сместилось, все изменилось, система явно, так сказать, меняла свои координаты. И я все время говорю, о каких эстрадных артистах идет речь, кого мы вообще выпускаем из этого Китиса. И меня успокаивали, вы выпускаете передачу профессионалов, артистов вообще, истанических форм. Ваша задача преподавать в школу, вот ваша задача вносить свою систему, как вы себе представляете, каким должен быть современный артист. Вот когда мне стали говорить, вот эти теоретики, вот эту, значит, надвигать мой слабый мозг в эту сторону, вот тут-то стало и развиваться все. Я выработал свою методологию. Раз мы не занимаемся специализацией какой-то такой, ну действительно, можно каферу как угодно называть эстрады, массовых представителей, уличных. Я вот сейчас был в Эдинбурге с Димой Крымовым и своими учениками. Мы поставили «Сонную летнюю ночь», где получили гран-при. Вот прям вот недавно совсем, впервые за 30 лет существования этого фестиваля, мы были достойны такой высокой награды. Поздравляем. Да, это потрясающе было. Вообще, опыт, месяц мы прожили в Англии, представляете, в родине на Эйвоне, на родине Шекспира. Играю Шекспира, и видели шекспировские спектакли других коллективов, французов. Ну, это отдельный разговор, отдельная тема. Но, возвращаясь к тому, что, то, о чем вы спрашиваете, я так развернуто говорю, потому что стала обрабатываться методология. Ваша личная. Да. Я стал обрабатывать систему, по которой действительно надо пропускать моих учеников. Если действительно этим заниматься всерьез, а не, как вы сами говорите, так сказать, обозначаться, казаться, надо быть, а не казаться. Поэтому я, значит, работаю по системе полутора год обучения этой школы, как я уже рассказывал, а потом я знакомлю своих учеников с разными системами театрального существования, эстетиками театра. И вот они проходят через все возможные и невозможные системы координат. Ведь путь творческий у каждого свой. И кто-то отыщет в каждом из этих предложенных мной систем свою дорогу. Я тебе представляю, что профессия это некий красивый дом, в который можно войти через парадную дверь, через каннскую лестницу, что многие делают. Но ведь можно войти в этот дом и через чердак, И увидеть какие-то совершенно неожиданные моменты. И оказаться в этой профессии, но со своим, только тобою отыщенной дорогой, у которого, как сказал Кастанетов, будет сердце. Понимаете, что каждый путь, по которому мы выбираем как вы думаете, помните, что он приведет тебя в тупик. Но важно выбрать путь с сердцем, чтобы не пожалеть о пройденном. Правильно все-таки, что вы не попали ни в одну школу театральную, иначе бы вы просто вас вышкалили. Через подвал, через кухню, через... Да-да-да-да, именно это. То есть это получается, что, в общем-то, артист должен быть человеком культуры, он должен знать эту культуру, он должен в ней разбираться. Как вы сегодня вообще расцениваете, оцениваете ситуацию с культурой в нашей стране? Я считаю, что она претерпевает, конечно же, тоже такие же виды изменения, которые теперь явны для этой страны в связи с тем, что поменялась общественная жизнь, и идут, так сказать, обесценивания или утверждения ценностей другие там. Если раньше, как вам сказать, деньги имели значение в жизни человека, но теперь зарабатывание этих денег или там возможность их иметь любой ценой. Вот знаете, вот это слово любой ценой никогда не вращалось когда-то в сознании культурного человека. Теперь, когда это становится его целью, то уже с культуры можно подождать, а вот деньги тут уже не участвуют законы культурной жизни. Ну скажите, почему? Почему это происходит? такой период, видимо, это бывает всегда при смене общественных форматов. То есть это просто неизбежно? Это, как вам сказать, когда меняется белое на черное, а черное на белое, то, наверное, в момент перехода что-то удрачивается, а что-то наоборот всплывает, то, что было внутри стало внешним и наоборот. И не всегда это приглядно, так скажем. Но это я философски отношусь к этой истории, а с другой стороны, отвечая на ваш вопрос, я считаю, что тут не надо паниковать, потому что культурные ценности и нравственные, они неизбежно стабильны, их никто не отменяет, ни одна общественная формация, ни одна система, она всегда будет, как говорил Кант, значит, это навстренный закон во мне и звездное небо над головой. Эта система философская остается и такое же отношение к миру и к миру человека. Все равно это было, и будет система жизни, система жизнеобеспечения человека. Тем более, когда ты осмысливаешь эту жизнь, надо быть очень, как сказать, культура это вообще состояние души, если говорить, состояние духа. Вот, понимаете, дух должен быть очищен от этой вот, этого суррогата и накипи. Вот как раз это и дает артисту, который в будущем та школа, которая проходит через, пропускается, которая пропускается через него. И тогда вот эта температура должна быть постоянной у этого артиста. Температура культурного человека, я бы даже сказал так, образованного человека. Потому что, если говорить честно, то сегодня время царящего, воинствующего невежества. Вот это самое страшное, которое нас поджидает и уже выявилось. Оно уже наступило. мое ученики, которые поступают ко мне в последнем выпуске курса набора. Например, на вопрос, в какой стране он живет, какой политический строй исповедуется в этой стране, он отвечает совершенно не моргнув глазом. Он говорит, что это монархия. отчасти он где-то прав. Потому что, как правило, власть передается не выбранным путем, а по наследству. Поэтому, в конце концов, может быть, он и это именно в виду. Но вообще жить в стране и не знать, какую политическую строй в этой стране, поверьте мне, это о многом говорит. О грустном говорит. Ну вот скажите, а вот сегодняшнему поколению актеров, поколению, которое растите вы, есть что сказать? Безусловно. Я никогда не буду соотносить себя к категории тех людей, уже, так сказать, поживших, а иногда и выживших из ума. И подать в этот маразм не собираюсь. Что яблоки были слаще, и лето было теплее. Знаете, я вам должен сказать, во все времена были прохладные лютые зимы, и яблоки не были снащие. Они по-прежнему такие же сладкие, как и два, три, четыре века назад. И я считаю, что... Ну просто я о чем хочу сказать, да, что смотрите, как сейчас изменились, сейчас технологии наступают, да, так и так. Опять же смотреть, что нам говорит телевидение, что показывает, какие актеры играют роли. Ведь сегодня они играют совсем не тех личностей, таких цельных, как играли раньше артисты. Все же, все же. Каждый человек, каждый актер, простите, нес в себе некую культуру. Может быть, на это повлияла война, может быть, люди прожили такую, прошли школу жизни, да, которую ни в одном вузе человек не пройдет. Но вот вы, вот к вам приходят такие птенцы, да, что вы им говорите? Что вы говорите? Вы говорите им, что актеры это носитель некой культуры, и вы должны быть образованными. Если так часто говорить, то в конце концов этого не добьешься. Даже не говорить. А как этого добиться? Система преподавания это нужно заставить неправильно на голову. Пробудить, может быть, да? Да, пробудить. Сформировать, вложить и создать. Создать условия, при которых при которых это стремление к образованию, к чтению, не знаю, вовлечению в этот культурный процесс было естественным его, его естественной необходимостью. Понимаете? Нельзя заставить прочесть «Войну и мир». Я помню однажды случай был потрясающий с моей подругой, замечательным, ну, как, она автор многих пьес, в которых я играю до сих пор, с Леной Яковлевой в бумажный брак, это Гана Слуцкий в девичестве Аганесян. Она смешала, она много лет прожила в Израиле, и когда-то, значит, ее дочь Маша, сейчас она же проживает в Канаде, она была, так сказать, ну, русскоговорящей девочкой, естественно, когда они приехали в Израиль, она очень быстро перешла на иврит, и, как сказать, и общалась на иврите, и русскую речь стала немножко забывать. Ну, а Ганна Ревна, она, в общем-то, ну, как же, словесность, ее профессия, и она страдала от того, что ее дочь вот так безбожно плохо говорит по-русски, и, мало того, не читает книг, и она кричала, помню, значит, однажды я позвонил ей, она мне кричит, кричит, Юганочка, почему ты так нервничаешь? Ну, ты представляешь, она не читает книжек, она просто не читает, она даже не знает, что Анна Каренина попала под поезд. Я ей отвечаю, говорю, да ты что? Ну, я пошутил, я, конечно, знал эту историю, но допустите, что есть люди, которые постарше могут не знать этого здравого обстоятельства, да, и причем не быть при этом какими-то... по Стеглану Каренину. Не в книжках делаю. А вы сами книги читаете? А желание это сделать? А? А сами книги читаете? Или времени не хватает? Любите читать? Ну, я, понимаете, какая история, мне был целый период времени, сейчас вот это завершился уже, слава богу. Я перечитывал. Я вот... Современная литература меня мало привлекает, я как-то стал понимать... Вот две-три страницы я начинаю понимать, что меня больше ничего нового не будет ожидать от этого автора. К сожалению, я... Видно, я был воспитанный и серьезно, так сказать, сформирован на очень хороших литераторах. С Фолкнер, Брэдбери, понимаете, Венегуд, с одной стороны, европейцы, такие как Картасар, Блистательный Сноу, там, Ивеншоу. Господи, наши, Иву Петров, Платонов, Булгаков, понимаете, я не могу... Я уже знаю пределы, в которые, так сказать, существует литературное осмысление жизни, и когда я вижу, что все, вот потолок у этого автора, я закрываю книжку, потому что я понимаю, что тратить время на это я уже не могу, к сожалению, прочесть книгу и разочароваться в ней, с тем, что закрываю ее в ней и разочароваться. Но вот этот период перечитывания книг, это очень хорошее. Господи, я вдруг опять стал, обновил кровь. Особенно, когда я перечитывал, вот почему я сразу о нем вспомнил, Уильяма Фокнера, американца, казалось бы, совсем далекого от нас автора и какого близкого, близкого. Вот знаете, это там, в Америке Фокнер, а в Латинской Америке Маркес, понимаете, когда ты читаешь его опять и опять, ты понимаешь, что ты обновляешься, это литературные века. Для меня Картасар, я очень люблю Картасар. Картасар, да. Я его читаю каждый раз, как какой-то просто, знаете, кубик-рубик, ребус, который ты как-то вот собираешь, 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 у тебя такая картина. А какая блистательная книга «Игра в классике», когда читаешь по такому закону, по которому он предлагает, про честь, последовательность глав. Вообще, да. Да? Вообще. А я помню, что я не стал ему доверять. Я прочел ему, прочел как в первый глав, второй, третий. Это была такая история любви эмигранта к парижанке. Вот такая трагическая история там, к сожалению. А когда читаешь так, как он предлагает. Да-да-да. В общем. Валерий Борисович, скажите, вот если бы вы поймали вдруг золотую рыбку, если вы, конечно, любите рыбалку, из сказки Пушкина, скажите, и у вас было бы три желания, что бы вы загадали? Вы знаете, я не стал бы ничего загадывать, я скажу откровенно. Потому что все, что приходит человеку в жизни, он приходит без сказочных влиений. Для этого не надо закидывать небо. И ожидать, что там когда-то появится рыбка. Если ты что-то хочешь для себя, сделай это сам. ты сам и есть чудо, большое чудо. То есть сказке вы не верите? Нет, пожалуйста, можно поверить в чудо, но мне кажется, что самое главное чудо это я. То есть книгу своей жизни вы пишете сам? Да, это точно. Вы автор. Спасибо вам большое. Ну а у нас, в свою очередь, к вам есть пожелание, чтобы у вас хватало сил, здоровья. И, конечно, чтобы в вашей семье было благополучие, чтобы все ваши близки рядом были с вами. Да, были рядом, были здоровы, радовали вас. Спасибо. Мне кажется, этого очень недостает. Ну, будем надеяться, что все будет в этом плане хорошо у вас. Спасибо вам огромное. Сила вам, да, самое главное здоровье. Приезжайте в родной Щелковский район. Да, буду тебе этим только заниматься. С спектаклями. да. Спасибо. Спасибо вам, до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!